так продолжаем так мы сначала нарисуем вот этот как прямоугольник рамочку нашей будущей картины я ее рисую как обычно на глаз сейчас немножко так пододвину где она у нас будет заканчиваться где начинаться то есть у нас скетчи то есть пока что это тоже небольшие рисунки до скетчи скетчи предполагают небольшой формат сейчас немножечко подправлю данную линию чтобы она не было дугообразной рисуем всегда от руки от руки тренируйтесь то есть не нужно здесь использовать линейку или скотч пробуйте от руки учитесь проводить тоже линии до работать с линиями тренировать руку потому что даже когда вы проводите вот эту линию на там боковую вот так старайтесь провести прямо да или вот так горизонтальную верхнюю линию вы все равно тренируете свои навыки до в линиях чтобы опять же вести не вот так нажали и ведем до в одну линию стараемся нет старайтесь такими легкими воздушными линиями до проводить сначала очень тоненькими прозрачными да потом уже потемнее то есть так вы будете тренировать руку и это в целом вам будет помогать и там в рисовании пейзажей до всего остального так давайте посмотрим насколько насколько крупным или маленьким мы сделаем это окошко здесь кстати формат ближе к квадрату он более вытянутый вниз да потому что здесь внизу такая красивая дорога на которая конечно же часть композиции такой пышный до воздушный снег там тонкий слой снега то он не смотрелся бы так объем на здесь прям такие сугробы поэтому здесь конечно же есть тоже свет тень и рефлексы тоже мы видим на снегу так более прямоугольные смотрю намечу весь формат в целом это не должен быть какой-то огромный рисунок так как я говорю уже на некоторых занятиях можно себе завести какой-то альбом можно завести альбом опять и собирать себе такой альбом скетчей да то есть не обязательно вот так я рисую на отдельных листах то есть не обязательно всегда использовать отдельные листики то есть можно прям завести себе альбом да или блокнот форматом даже опять для скетчей нам это подойдет иногда правда какие-то зарисовки удобнее конечно сделать на а4 но можно иметь на занятии то и то например если вам так будет удобнее меня просто стопочкой да лежат коллекционируются так сейчас я посмотрю чтобы это был не квадрат чтобы не был слишком маленьким что чуть-чуть увеличу что просто его и в кадре еще было видно чем хорошо вот этот например этап когда мы рисуем вот такими как бы линиями да когда мы их только только намечаем то есть можно пододвинуть композиционно до линии левее правее вверх вниз и так далее здесь внизу сейчас посмотрю сколько мне вы можете кстати по формату если композиционно помните если хотите композиционно разместить как-то иначе вы можете вписать данный рисунок там в квадрат или в прямоугольник вытянутый по горизонтали да выбирайте так сейчас я вот это подсотру захотелось вот так немножко все-таки увеличить увеличить прямоугольник вот этот не должен быть маленьким да в скетчах мы когда рисуем на формате а4 всегда намечаем вот такие рамочки как добрый день тем кто только-только присоединился мы пока что рисуем такую рамочку до определяемся с форматом с размерами пропорциями нашей будущей небольшой картины так поровнее покажу да вот так он вытянутый по вертикали то есть как у нас на референсе я сегодня не отхожу от композиции референса так помните вы можете свой рисунок решать немножко по другому да помним что можно вот так отрезать да или вот так отрезать или сверху отрезать то есть смотрите вот эти моменты что вы можете немножечко перемещать на композицию так давайте попробую вот так может быть чтобы вот этот рисунок да был правней сейчас попробую так немножко переместить потом как-то сильно под наклоном но это из-за того что референс да тоже нужно чтобы было видно хотя это и не обязательно давайте если что будут двигать к обычно да подносить поближе к камере да и вот так вот стараться поровнее показывать но вы помните что не нужно срисовывать с моего рисунка мы рисуем с референса который вот сапе а здесь я показываю да какие-то моменты особенности рисования так 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 это у нас будет вот этот крупный до крупный форматик также мы с вами сделаем такую маленькую подчеркушку композиционную да вот здесь вот внизу листа да там левее правее и так далее маленькую подчеркушку на композицию ее можно сначала делать а потом переносить делать более крупные маленькие зарисовки тоже советую делать для того чтобы вам было понятнее что там делать с композицией также в маленьких таких зарисовках удобно разбирать по тону да что темнее что светлее особенно например когда это зимний пейзаж скетчи чем еще хороши да напомню скетчи это быстрые рисунки они также хороши тем что например зимой когда очень холодно мы можем зафиксировать то что видим достаточно быстро да в лист бумаги мы можем зафиксировать какую-то идею принести ее домой да в свою теплую мастерскую допустим и там уже нарисовать там более крупным форматом и так далее да то есть у нас как бы нет такого что мы ходим все фотографируем да нужно зарисовывать делать зарисовки этюды и так далее но я думаю что каждый из вас также из окна да может тоже порисовать какой-либо пейзаж зимний тоже потренироваться неважно там городской до деревенский любой пробуйте зарисовывать всегда с натуры так маленький да вот такой вот маленький крохотный квадратик точнее больше прямоугольник да вот вытянутый в высоту и в нем давайте тоже быстрым движением разберемся что там с композицией в данном случае у нас достаточно много места занимает вот это пространство переднего плана снег и дорожка дальше у нас дома да тоже вот такой маленькой зарисовки там можно тоже там пару домиков зарисовать там есть заборчик забор чуть-чуть сюда ближе так домики там легкими линиями до легкими легкими линиями в данном случае у нас много снега да поэтому мы будем оставлять там много даже такого пустого пространства не обязательно все заштриховывать в скетчах да когда мы все таки быстрые зарисовки нужно также попасть в пропорции здесь вот например у нас будут там домики здания тоже быстрыми линиями когда-то маленькая такая зарисовочка немножко деревьев такими тоже легкими воздушными линиями так но чуть-чуть меня да как-то вот здесь вот эта часть чуть-чуть вот так под сотру то есть быстрым движением быстрым движением такие маленькие почерпушки тоже очень полезно выполнять очень полезно выполнять такие поиски да сколько у нас останется небо сколько у нас будет вот этого пространства да где дома и деревья сколько у нас будет дороги в данном случае переднего плана да у нас будет больше переднего плана будет больше в маленьких таких крохотных зарисовках мы все не прорисовываем только самое основное и например по тону дорога дорогу тоже можно наметить она у нас начинается дату же как наметить вот эти части до дороги на маленькой зарисовки это просто такие вот легкие линии так здесь расширение на здесь сужение дорога она у нас здесь начинается да здесь начинается и уходит как бы туда за забор за забор и где-то там потом продолжается то есть заборчик тоже можно там слегка намечать какие-то моменты дорога с ее сугробами это могут быть не особо такие ровные линии да для того чтобы показать фактурность снега да такую неровность так и в данном случае у нас например по тону да что будет происходить самые темные у нас конечно же там домики в просветах да и деревья то есть у нас вот эта полоса такая будет самая темная за исключением там каких-то небольших элементов то есть можно вот так сразу проштриховываем весь дальний план все вместе все вместе потому что там конечно же есть них на крышах домов но эти крыши они отвернуты от света да и они у нас в тени поэтому они все равно достаточно там не домики машины стоят это домики машины ну я продолжу с вашего позволения называть это домиками то есть там деревушечка такая так то есть вот этот план у нас такой достаточно темный можно еще темнее его набирать то есть чисто на как на три тона там мы можем раскладывать и так далее небо у нас серое то есть сразу тоже можно сделать темнее есть маленькая маленькая почерпушка и у нас есть достаточно темные тени вот здесь как толщина сугроба маленьких зарисовках также тренируемся например достаточно быстро до какие-то моменты штриховать чтобы опять же не копаться в деталях самыми темными у нас останутся деревья самыми темными деревья в маленьких почерпушках там конечно ластиком можно до подстереть какие-то моменты когда у нас падает свет на крышу здания можете ластиком подвыбрать но в маленькой какой-то такой вот зарисовки это тоже не обязательно да так деревья деревья у нас потемнее но тоже не вычерняем да потому что зимний пейзаж много света много снега и раскладываем на несколько тонов самый светлый снег я не трогаю да не трогаю не вырисовываю маленькая маленькая почерпушка для того чтобы немножко разобраться с композицией и с тональными отношениями то есть вот здесь конечно там в домах в деревьях там даже вот забор где у нас торчит будут более темные пятна да чем вот здесь даже в снегу в тенях да поэтому снег перетемнять не нужно маленькая маленькая почерпушка тоже можете можете делать несколько даже зарисовок да не обязательно одно да вы можете делать несколько для того чтобы по композиции для себя решить да может быть вы другой формат хотите взять там более вытянутый по горизонтали на более вытянутый по горизонтали и так далее так маленькая почерпушка хотя чуть-чуть подожду если вы тоже например выполняли такую зарисовку небо небо у нас темнее чем например снег но светлее должно быть чем например тени в снегу ну то есть это хорошо видно на данном референсе там еле видны такие облачка да на небе мы их особо тоже прорисовывать не будем здесь вот снег можно сделать потемнее да чтобы он был темнее чем небо для того чтобы была опять же четкая разница да для того чтобы была четкая разница но при этом не перечерняем да не нужно ничего перетемнять деревья вот так вот слегка опять же ничего мы не прорисовываем да здесь был выбран штрих вот такой вертикальный до деревья опять же в особенно маленьких да таких форматиках не вырисовывайте вот такими движениями как иногда рисуют то есть ровными и линиями быстрый поиск быстрый поиск здесь при желании в домах можно что-то высветить но это не обязательно там очень такие маленькие светлые пятна так ну что далее далее да небольшой такой разбор сделали давайте переходить к большому формату на котором мы чуть-чуть более точно будем прорисовывать до данный референс напомню он у нас вот сапе есть не там ватсап отправила портретная а нету на сегодня скетчи основа рисунка скетчинг чтобы опять же да вы посмотрели там без искажений без искажений данный рисунок и здесь намечаем да намечаем тоже композиционно композиционно где у нас будет проходить да там например линия да вот можно посмотреть по вот этой нижней части вот где дома начинаются где вот там тоже дом и деревья начинаются на чтобы вместились верхней части вот здесь тоже деревья и большая часть уходила здесь на вот эту дорогу легкими линиями легкими линиями здесь уже можно не спешить да если маленький мы такой делали быстрый верхнем можно немножечко помедленнее все эти моменты разбирать да здесь у нас забор есть дома которые ближе к нам которые дальше от нас так и постепенно можно намечать постепенно но весь опять же все элементы сразу чтобы мы видели чтобы композиции должно происходить что вот здесь от этого домика вот здесь такого длинный достаточно много здесь пространства до деревья на дальнем плане деревья на дальнем плане можно например я чуть-чуть потом насыщеннее да сделаю рисунок потому что первые этапы всегда легкие и воздушные и линии да я потом его сделаю немножечко поярче но на данном этапе он будет вот достаточно светлым так 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 дальняя часть там смотрим главное да тоже быстрый рисунок построение домов мы выполнять не будем да нам это конечно не нужно быстрыми вот этими движениями тоже смотрим вот где у нас какой дом крупнее да какой дом меньше деревья да деревья на дальнем плане сразу тоже вместе вот где и сколько они места занимают да по высоте здесь например у нас тоже выглядывает два деревца вот здесь совокупность деревьев там даже что там елочки как будто бы виднеется но тоже общими линиями общими линиями не нужно вырисовывать каждое дерево вот эти можно повыше просто сравниваю что выше что ниже что крупнее что меньше да там по размеру какие-то мелкие детальки можно будет потом до доработать нарисовать то есть пока что не прорисовывайте очень детально дальний план то есть мы его наметили так забор тоже там можно наметить смотрю сколько он там например на посередине заканчивается это такое длинное здание туда уходит у нас дорожка намечайте все сразу вместе с вот этой снеговой дорогой тоже смотрите по каким-то моментам более таким контрастным более видимым да то есть мы можем за основу взять вот эту линию да вот здесь между светом и тенью очень четкая линия вот здесь четкая линия то есть вы помните что мы идем от большого пятна да не надо сразу там маленькие какие-то штучки прорисовывать сразу от большого а здесь вот эта линия вот здесь внизу линия которая показывает вот это углубление то вот здесь вот самая нижняя часть снега да протоптанная здесь нужно такая более рыхлая и вот этот сугробик нам тоже нужно будет наметить чем-то напоминает кстати камни да просто мы знаем что снег он легкий такой воздушный да но он тоже имеет где-то более скругленные моменты да где-то более шероховатые здесь если посмотреть здесь вот очень много деталей да все 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 мы вырисовывать конечно же не будем да это не крупная работа на какое-то огромное количество часов и так то есть намечаю намечаю сначала прям совсем легкими линиями где у меня в целом что должно располагаться здесь у нас будет расширение так верхняя часть снега верхняя часть снега так углубление здесь у нас пойдут вот эти шероховатости да вот здесь тоже светлое пятно не обязательно сразу ровными линиями да вы сразу их можете вести ну то есть не вот так да например а прорисовывать снег а такими немного более шероховатыми то есть здесь где-то скрывление здесь скрывление и дальше пошла линия то есть она может быть опять же такое немножко прерывистой да где-то мы можем сильнее давить на карандаш где-то мягче то есть даже на начальном этапе мы эти моменты можем варьировать на светлее темнее нажим линии да ее изгиб то есть не обязательно сразу какими-то очень ровными линиями да сразу можем такими вот неровность этого снега показывать до этой дороги и по пропорциям нужно попасть до чтобы смотрелось то что ближе к нам вот эта часть крупной да из за того что здесь такой крупный сугроб на переднем плане и сразу да даже вот то что касается вот этой дороги тоже старайтесь не отрисовывать какую-то линию до конца намечайте все сразу так где у нас здесь лежит сугробик то вот в этой части вот в этой части так дальше где у нас верхней линии так где у нас вот эти вот здесь еще то неровности такой заснеженная красивая дорога легкими линиями а потом уже можно там подредактировать дорисовать какие-то более мелкие моменты более красивой линией немножко вот сюда мне вот эта часть поднимется такое дугообразное движение дугообразное движение я рисую очень легкими линиями я их смогу сделать немножко темнее только потом когда я уже буду более уверена например что меня все устраивает да в своем рисунке поэтому пока что они будут все еще такими достаточно светлыми достаточно светлыми так то здесь это останется здесь вот эта часть то есть самое главное да когда мы рисуем снег тоже его не перетемнять а линии здесь уже например в отличие от камня будут более скругленные линии если камень у нас был более такой угловатый до шероховатый то снег мы должны передать вот таким же пушистым да мы говорим сегодня именно про данный референс состояние зимние могут быть разными мы рассматриваем именно это хотел тут подстереть такую немного более ровная такая дуга я сделаю это потом чтобы сделать ее поинтереснее по разнообразнее более легкие воздушные линии легкие воздушные линии то есть в целом опять же да когда мы понимаем что как рисовать да нам снег тоже более понятен будет то есть у него тоже есть тень свет какие-то плоскости да например здесь очень такой воздушный объемный снежок и очень удобно с ним будет работать по объему до формировать объем так вот здесь тоже намечу да например то что ближе к нам да будет более четким дальний план будет обобщенным да дальний план будет обобщенным опять нам нужно будет обобщать деревья так здесь вот какие-то шероховатости можно наметить сейчас посмотрю сколько это тоже будет занимать и вот здесь вот эту скругленность теперь можно подстерить я не стараюсь как бы рисовать чисто в одну линию да я намечаю несколькими линиями покажу вот так поближе на то есть несколько линий для того чтобы их постепенно пододвинуть пододвинуть если они не на своих местах да и если какую-то правило ровную линию чтобы в дальнейшем видео например сделать более сложной как допустим вот здесь здесь немножко подстерла так дальний план да на самые темные именно то что касается снега ближе к нам сюда хотя мы видим тут тоже да достаточно такой темное питон так здесь у нас тоже несколько сугробиков несколько сугробиков то есть такая неровность на за которой вдали там виднеется забор и сухая трава забор сухая трава то что касается домов да там тоже конечно же нужно будет не перетемнить оставить например самые светлые но их можно также и потом сделать посветлее с помощью пластика напомню все 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 детальки мы конечно опять же не вырисовываем да не вырисовываем так смотрю что мне там с дальним планом да то есть все ли гармонично смотрится передний дальний план если например у вас все устраивает да можно подредактировать передний план убрать лишние линии на дальнем плане но пока мы там легкой линией все это отрисую тут конечно тоже есть дерево пусть тоже будет там так где-то вдалеке где-то вдалеке до виднеца так забор я еще не вырисовываю так но дорожку наметить покрасивее хочется так где какие линии здесь немножко тоже сугробиков так и посмотрю на вот этот вот эту часть так вот эту часть тоже посмотрите на динамику до этих линий то есть тут нету опять же ровных параллельных линий друг другу так я буду делать немного в каких-то местах потемнее чтобы вам был более виден там рисунок что например у меня на листе бумаги располагается опять же не стремитесь повторить за мной до каждую линию опять же нам нужно просто передать вот это состояние до состояние передать по тону данный рисунок и получить объем до объем мы также с помощью штриха будем создавать с помощью штриха так здесь достаточно до такая выпуклая части этого снега на сюда в эту сторону так лишнее можно подстереть тут немножко может быть больше линии вот где много линий да как поиск слегка подстираем да и ищем их там дальнейшее положение напомню у нас нет цели прям передать вот в точности каждый бугорок как на фотографии да помните про эти моменты что мы не стараемся прям в точности копировать то особенно когда это такая легкая зарисовка легкая зарисовка что здесь вот хочется утолщение вот это добавить если нам что-то нас будет не устраивать мы всегда это можем там с помощью тона до каких-то элементов тоже подредактировать то что нам не понравится то есть когда мы будем рисовать в тоне если мы увидим что нам там что-то хочется пододвинуть мы можем делать это с помощью тона когда будем штриховать но вот что-то увеличить что-то уменьшить так здесь у нас линия сюда пошла да потом вниз такую толщину снега да нужно будет тоже создать создать так вот этот сугробик на переднем плане то есть намечаем постепенно намечаем постепенно снег да он очень часто такими как бы скругленными наоборот до момента где-то меньше где-то больше но при этом снег не рисуйте просто например вот так да такими тоже опять же очень ровными линиями да более более естественными что лет без таких сильных повторений то есть старайтесь избегать также вот одинаковости до одинаковости чтобы опять же это выглядело более естественно опять же как вы видите это здесь не появляется каких-то очень темных линий чтобы опять же передать легкость снега да я не обложу темными линиями так вот этот сугробик да тоже здесь вот есть такие небольшие дугообразные движения да вот это поменьше вот это побольше да и плюс конечно же это не будут идеально ровные такие дуги все равно такой будет более кривоватый так и по размеру главное его до что он такой достаточно крупный сравнивайте например вот с домиком то есть такой огромный сугроб сравнивайте в скетчах можно использовать да достаточно часто ластик то есть поговорили мы не можем да там часто подстирать то в данном случае мы это делать можем старайтесь сделать линии такими легкими тоже воздушными и непринужденными ну то есть не вырисовывайте то что имеется в виду не вырисовывайте там вот такие ровные жирные линии да не нажимайте сильно на карандаш или ровные дугообразные линии да а такие вот легкие воздушные да прям слегка слегка давите на карандаш можете на мизинчик руку поставить как часто это используют художники но формат небольшой и кстати напомню если боитесь например растереть рисунок да сделать его если боитесь таким грязноватым да потому что карандаш любой можно да немножко задеть рукой и создать такие грязноватые пятна кладете листик бумаги до под руку так сейчас я посмотрю что у меня вот это тоже сугроб такой был тоже напоминает опять же какое-то животное пингвинчика как на прошлом занятии тоже проводили ассоциации если у кого-то тоже возникают какие-то ассоциации обязательно этим делитесь так чтобы он просто был тоже более такой интересной формы да он же на переднем плане тут же не дома самое главное и деревья да вот этот интересный красивый передний план достаточно много светлых тонов будет да в данном случае вот здесь и будем создавать объем объем сейчас посмотрю еще что мы тут пока намечаем да все 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 прям прорисовывать не нужно какие-то моменты мы добавим потом когда будем работать с тоном да будем работать с тоном здесь у нас линия вниз пошла здесь по поверхности есть еще такая особенность то есть там где мы например видим уже сразу да такими более темными вот здесь например да такая темная контрастная линия где опять же переход между цветом и тенью если здесь мы ее видим такой более темные то в своем рисунке мы конечно тоже то немножко ее можем сразу сделать темнее главное не переборщить главное не переборщить так здесь потом посмотрю тоже вот эти все моменты особенно на дальнем плане да и вот здесь даже вот дорога уходит вдаль все равно я стараюсь например вот здесь какие-то детали наметить чем дальше от нас тем меньше намечать каких-то элементов так вот здесь вот еще у меня сейчас я посмотрю так это у нас толщина это вот верхняя часть да понятно главное в своих же линиях да не запутаться так вот здесь немножко да такие параллельные тоже сейчас посмотрю как них по форме на поинтереснее решить не старайтесь передать каждую каждую детальку вот эти края то например у нас тоже будут опять же мы можем намечать так как можем делать вот такими сначала легкими линиями как бы наметить положение какой-либо линии да там какого-то предмета там сугробика и так далее а потом поверх этой простой линии да обобщенной мы можем ее уже усложнять статус смотреть где там скругление где там какой-то переход так где там тоже вот эти вот части какие тут неровные и дорога там дальше уходит да то есть можем потом вот создавать ее более такой уже кривоватый то есть как бы такие тоже некие этапы ведения работы так 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 давайте еще сейчас просмотрим какие-то здесь элементики главное смотреть опять же за вот этой динамикой что больше что меньше все очень четко не обводить так посмотрим вот эту часть вот здесь у меня до немножко не уточняла такой выступ потом ниже а потом вот такое скругление так здесь вот эту часть все время сравниваю там вот еще есть тени которые там у нас а падают тоже от каких-либо предметов тень свет тоже мы будем с вами сейчас просматривать так по поводу снега в принципе у нас тут все элементы есть все элементы есть где-то потом еще какие-то элементики маленькие добавятся добавится потом потому что мы их сейчас все не прорисовываем на то есть пока что это как вот несколько линий можно сразу от пятна вести работу так например уточнили передний план слегка на какой видите тоже все равно это легкие линии остались и например можем вернуться на дальний план вот допустим вот эта линия да она не должна быть ровной да там опять же какие-то вот домики какие-то там навесы крыши да и вот здесь вот как бы линия тоже не может быть так какой-то очень ровной там можно сразу я тоже показать немножечко шероховатой неровной и и немного уточнить там какие-то элементы да на дальнем плане какие-то элементы которые нам например нужно будет не заштриховать то есть самые светлые можно оставлять сразу не проштрихованными да смотреть по тону потому что снег на свету иногда можно прям и не штриховать можно использовать кстати твердые карандаши да чтобы не перетемнить нам сегодня hb вполне нормально работать единственное какие-то вот там например темные места да или где-то подчеркнуть какой-то характер снега можно более мягкими так ну что уточним например дальний план опять же не вырисовывая каждую детальку там положение домика на что он там такой вот тоже немножко там неровный да под наклоном здесь вот это положение на тоже под наклоном вот этот короче вот это длиннее здесь вот может быть сейчас я посмотрю тоже по расстоянию в принципе можно чуть-чуть укоротить чуть-чуть укоротить да то есть мы конечно же опять же не как не копируем под копирку да но в характер данного изображения все равно стараемся попасть так здесь много светлого да тоже с помощью тона мои многие моменты будем показывать то есть не старайтесь там например вот очень такой обобщенный дальний план да что-то засыпано снегом то есть мы должны смотреть в первую очередь по пятну да что там происходит то есть не высматривать там так а что же вот здесь до засыпано снегом и так далее то есть это данном случае не нужно так вот тут вот слева единственное тоже уточню там прям такая видна треугольная часть треугольная часть здания темная ее тоже вот так можно чуть темнее наметить чуть чуть темнее наметить на просто чтобы слегка конечно же помочь себе да вот этим когда мы намечаем карандашом слегка себе помогаем в дальнейшем да вот разобраться когда будем штриховать что светлее что темнее так намечаем уточняем так сделаю чуть-чуть на чтобы вам было виднее вот эту дальнюю линию тоже делаю неровной да немножко шероховатый даже не шероховатый кривоватый да с простыми словами то есть опять же вот эта линия домов да не вот такая ой это деревья вот здесь линия да и не делаю ее вот такой прямой сейчас вот здесь немножко пожирнее сделать где-то вот у нас там деревья повыше где-то пониже где-то там несколько деревьев, то есть такой вот как бы тоже более такой неровной. Я здесь правда очень жирные линии нарисовала, конечно же, здесь в рисунке они будут более легкими. Намек на елочки, да, можно сделать, а можно с помощью тона их потом наметить. Намек на елочки, есть несколько деревьев, я их стволы тоже не вырисовываю, стволы деревьев не вырисовываю. Слегка обобщенно, опять же, да, у нас очень частое слово на наших занятиях, да, обобщенно, слишком ничего не обводите, ничего не обводите очень яркими линиями, особенно на дальнем плане. Так, здесь вот кустики, да, мы их тоже больше будем рисовать с помощью штриха, да, вот здесь вот забор тоже потом, да, с помощью тона сразу будем его рисовать. Засохшие, да, вот эти вот части тоже уже будем с помощью тона. Сейчас я просто, например, пока вот медленно что-то проверяю, да, чтобы вы тоже успели там все какие-то моменты наметить, чтобы мы спокойно двигаться могли дальше. Тени вот здесь тоже наметила слегка, вот тут вот падающие. Будем начинать тоже сверху, сверху вниз, так чуть-чуть, давайте вот, чтобы маленький тоже был виден, маленькая подчеркушка. Намечаем, сравниваем одно с другим, да, такой дальний план более такой, таким смотрятся маленькие здания, маленькие деревья, да, из-за того, что вот здесь вот такие крупные сугробы, то есть в пропорции мы должны попасть, а по пропорциям, если, например, сложно, вы прям можете промерить. Можете промерить, там, допустим, взять высоту дома, да, или ширину дома, вот так вот по крыше, да, зафиксировать карандашом и промерить, сравнить там с сугробом, да, что сугроб намного больше, или с какими-то вот этими частями, да, если боитесь перекрупнить, да, потому что я ничего не промеряла, именно рисую на глаз, да, потому что скетчи мы очень часто именно рисуем быстро и на глаз. Так, наметьте, да, какие-то еще моменты. Вот здесь вот есть кустик, я его тоже не намечала, вот здесь у нас впереди здание, то есть можно намечать, можно потом с помощью тона, опять же, да, его наметить. Главное не вырисовывать. Главное на дальнем плане, вот пока вы намечаете, да, на дальнем плане главное не рисовать очень четко, да, как вот так ствол, веточки, да, и вот так вот очень четко, да, когда вот те, кто любит очень так детальки, да, они обычно так очень четко вот эти деревья вырисовывают, да, такой четкости нам, конечно же, не нужно. Давайте вот так поближе да вот вот это это будет слишком четко да то есть мы будем опять же решать деревья с помощью тона с помощью цельного пятна намечайте смотрите тоже что ниже что выше приподняла вот эту линию да немножко хочется сделать под наклоном под наклоном да у нас же нет такого что вот все линии да вот здесь где линии домов там параллельно между собой наоборот они все-таки динамичные кривоватые здесь тоже под наклоном смотрите чтобы деревьев не было слишком много да тоже по размерам можно также отходить до своего рисунка вы можете прям поставить там на стол вот так облокотить на что-нибудь да и отойти посмотреть немножко с расстояния на то что у вас получается так 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 давайте немножко намечайте и будем уже прорабатывать тонально прорабатывать тонально тоже разбирать деревья наши любимые да чтобы вы их не детализировали но тут наверное будет ну я надеюсь что вам не удастся сильно детализировать все-таки деревья на дальнем плане мы их уже видим очень такими цельными надеюсь вы их там не будете сильно вырисовывать сделайте их обобщенными так как часто художники кстати делать специально какие-то части более обобщенными обобщенные это когда очень мало деталь на то есть например вот здесь такой детальный рисунок до обобщенный если у нас будет вот там какое-то пятно да вот там деревья и мы его просто вот так проходим штрихом на то есть такое как бы у нас создается именно тоновое пятно на то есть это у нас такой вот обобщенный рисунок художники очень часто например вот если есть дальний план его чуть чуть сильнее обобщают до чтобы создать вот эту иллюзию пространства мы же с вами на полском листе бумаги создаем иллюзию пространства так уточняйте на какие-либо детальки то есть я оставлю на таком этапе я не стараюсь какие-то линии опять же довести до идеала как бывает что прям стараемся так четко здесь вот прям одна линия здесь прям такая четкая линия здесь то есть не нужно дал мне некоторые линии вот там осталось вот здесь так как проводила несколько далее вот здесь какие-то легкие воздушные линии так где-то могут прослеживаться вот здесь несколько линий то есть у меня так и останутся так и будем сейчас переходить к объему да будем переходить к объему будем пробовать его показывать здесь потом поверх тона да еще можно будет добавить здесь вот шероховатость снега здесь такой вот край на тоже неровный вот здесь протоптанная людьми до часть так более неровная где не ступала нога человека да там такое уже были сглаженная поверхность ровная такая воздушная так ну что я думаю сейчас можно будет приступать к рисованию в тоне для создавать объем я сначала тоже наверное покажу вот вам на отдельном листе бумаги мне иногда даже не хватает до пространства а4 внизу думаю дальше какие-то моменты покажу зимний красивый пейзаж рисунок опять же чебе цветом будем делать на других занятиях так чашечка кофе утреннего так так ну что наверное двигаемся дальше двигаемся дальше так смотрите дальний план дальний план опять же да он у нас будет цельным по штриховке помните вам варианты иногда предлагаю разные как можно штриховать да можно штриховать именно как там я показываю можете как-то по-своему на в скетчах как бы вы помните что у художников там разная манера рисования да за счет чего и возникает вот эта вот интересность да интересность рисунка давайте начнем с дальнего плана с дальнего плана тоже можно выбрать или там под наклоном штриховать да или вот такими вертикальными линиями да вертикальные то есть я выберу именно такие когда мы работаем с тоном вы главное держите в голове что светлее что темнее также если у вас точная вот эта маленькая подчеркушка то есть она нам как бы идет как подсказка да именно по тону что там должно происходить то есть если она у вас получилось достаточно точной вы можете на нее полагаться так слева направо да мы обычно ведем рисунок то есть я прям начну с неба тоже такой вот здесь мы в принципе по тону да разложили поэтому я думаю можно здесь уже немножечко так побыстрее кстати рисуйте опять же более шустро да не нужно каждый вот так штришочек рисовать то есть в скетчах это можно делать быстрее то есть я прям вот так небо начну проштриховывать вертикальными линиями в данном случае вы можете выбрать другой штрих да то что я например штриху в данном случае так не говорит о том что всегда нужно делать именно так вы можете выбрать другое направление так 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 и можно например тоже сразу вот этот весь дальний план я сразу буду заезжать и на дома там есть например вот здесь светлое пятно его я стараюсь сразу например не трогать в левой части я сразу вот это все вместе с деревьями и вот так немножко быстрее штрих должен прослеживаться да не уходим в растушевку хотя это тоже дело вкуса до дело вкуса то есть кто-то очень любит растушевывать да я например растушевку не используем так небо деревья так здесь у нас здание тоже например домик мы можем сначала проштриховать тоже под таким наклоном а потом например добавить там другой наклон да то есть комбинированную штриховку тоже никто конечно же не запрещал до комбинированную штриховку давайте пока что дальше да мы пройдем просто вот этот дальний план цельным пятном мы должны штриховать так достаточно в темпе при этом чтобы не получалось да вот абы что то есть вот прям слишком быстро не нужно но именно вот в этом данном рисунке да который немножко покрупнее линии сверху вниз на деревья тоже сразу здесь вот например я замедлилась да потому что вот здесь вот домик такой немножечко посветлее чем деревья при этом все равно он темнее чем вот эта поверхность снега будет так я пока что стараюсь нанести такое равномерное пятно можно например чтобы не затирать вот здесь так когда в то не получится нам здесь нужно будет дорабатывать можно сразу ввести деревья там прошлись цельным пятном потом я сразу ввожу деревья но опять же я их не вырисовываю то есть таким общим пятном я вот так же скидывала там разные примеры рисования деревьев к теме когда мы рисовали камень там был пример тоже таких обобщенных деревьев то есть не вырисовываю каждая деревца так сейчас потом посмотрю да там деревья можно выполнять так достаточно по тону насыщенно можно это сделать потом когда например можно взять мягкий более карандаш да и создавать более темное пятно так домики да вот этот снег на домиках он тоже темнее чем небо да но светлее чем деревья то есть про эти просто тональные отношения помните давайте пока просто вот проштрихуем да все нужные на моменты смотрю на время опять же почему мы не берем очень крупный формат на чтобы опять же за занятие до успевать выполнять рисунок то есть у нас нет такого что нужно обязательно да каждый раз что-то там дома самостоятельно доделывать то есть стараемся успеть выполнить рисунок за занятия вот хорошо если кто-то даже несколько например рисунков будет выполнять потому что это такие быстрые скетчи вы можете их рисовать еще быстрее поэтому на занятиях достаточно медленно да иногда рисуем чтобы все успевали да все успевали но если вы рисуете быстрее чем вот я пока объясню пока покажу то есть вы можете конечно рисовать быстрее я совершенно не против вот не по чуть-чуть да чтобы его долго не проштриховывать хочется ускориться хочется ускориться переход где-то между штрихом может быть заметен то есть я вот здесь опустилась вниз начала проштриховывать то есть это не обязательно большими вот такими линиями сразу все штриховать да а можно в несколько рядов то есть начали там первый ряд потом спустились вниз дальше проштриховываем вниз тут мне никуда а вот наверх наверх могу вот так проштриховать то есть и может быть видно вот этот виден переход да между штриховкой то есть это совершенно нормально вот здесь там я думаю может быть такие да тонкости видны то есть вот тут вот эта линия как переход между штрихом чуть-чуть заметен это совершенно нормально так небо небо с правой стороны чуть-чуть побыстрее так деревья также стараемся например если мы с первого раза попадем до в какие-то моменты тональные то очень хорошо то есть например чтобы небо в несколько слоев не перекрывать то есть в рисунке тоже чем меньше вот этих слоев до проштриховки тем тоже рисунок остается более таким легким воздушным то есть здесь тоже такие моменты есть как вот в акварели нам нельзя наносить слишком много слоев чтобы акварель оставалась легкой и воздушной а вот здесь вот это дерево то вот кстати на дальнем плане просто тоже с помощью пятна вот так его туда добавлю так 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 вот здесь намек на стволы конечно можно будет добавить для такой интересности так здесь тоже дальний план обобщенно опять же здесь есть еще такой момент что мы ведем всю работу всю работу в целом не уходя в детали да а потом когда уже вся работа пройдена мы какие-то детали добавить можем так сразу вот здесь вот домик да мы как бы сравниваем всегда например есть вот тон небо тон деревьев сравниваем между собой также помним до сравниваем и с тем что не нарисовано просто держим в голове то что темнее что светлее вот нам нужно например попасть в том что например вот это вот этот домик да он достаточно темный так его нужно за штриховать он даже темнее чем небо темнее чем небо более темные там участки мы потом тоже добавим потом тоже добавим то есть желательно прямо сразу попадать до в тональные отношения то есть вот я сделан тон дома темнее чем небо если сливается с деревьями здесь у меня в данном случае я предполагаю что деревья все равно мне будут чуть 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 темнее но чтобы самые темные то есть это не самый темный тон да на деревьях самые темные где просвечиваются где нет снега да и мы видим хорошо вот домики то есть главное не перетемнить с первого раза попадем в тон замечательно не попали можно еще раз пройтись затемнить чуть-чуть да это тоже совершенно нормально если перетемнили пластиком да там взяли подстерли какие-то элементы пластиком взяли подстерли так вот здесь вот только тоже все у нас более темное на маленькие темные кусочки я еще не добавляла в свой рисунок они у меня тоже постепенно появятся там мы ведем работу в целом от большого пятна светлые участки можно например напомним да сразу или оставлять либо потом подстереть эластиком движемся движемся дальше движемся дальше работаем быстро да то есть сильно там не медлите не стесняйтесь штриховать побыстрее так здесь у меня просто тоже да вот опять же три тона светлее потемнее и самый темный то то есть вот тут вот деревья опять же темнее чем вот здесь крыша здания можно всегда вастиком до под залезть или вот клячкой чтобы сделать потемнее так вот эти темненькие пока еще не буду до давать вот доделаем получается вот здесь есть светлое пятно на крыше я его не буду там зарисовывать так не перетемнить куда еще не перетемнить ведем постепенно помним что это скетч да они длительная рисовка на какое-то огромное количество часов поэтому движемся шустрее здесь чуть-чуть да вот тут на домике оставил еле-еле заметно вот эту тоже были светлую линию вот здесь не за штрихового да вот этот светлое пятно когда падает свет на эту часть здания то есть светлые пятна помните вы их можете сразу оставлять не проштриховывать либо проштриховать потом просто эластиком подвыбрать на те места которые вы может быть перетемнили так здесь у нас тоже против света до многие моменты мы сделаем уже такие более темненькие части на домах наметим особенно зимой важно делать быстрые зарисовки на улице холодно поэтому такая вот быстрота очень даже нам может пригождаться немножко намек на забор давайте более темные да там добавим то есть вот здесь например ну вот с левого опять же края да начнем вот здесь вот этот треугольник да он такой очень темный темнее чем деревья но опять же нужно не перечернять потому что мы знаем что они на не на переднем плане были бы на переднем плане мы бы видели более темные тона да чем дальше от нас тем темные становятся более светлыми то есть не перетемните не перетемните не переборщите так сейчас вот я тоже я пока штрих не меняла штрихом выполняю рисунок вот этим вертикальными линиями напомню вы можете выбирать другое направление какое вам больше по душе то есть это нет такого что вот только вот так можно ну вот потемнее вот потому чтобы была разница но при этом нужно не переборщить не переборщить как вы видите снег да мы везде тоже проштриховали не оставляли белые пятна потому что снег тоже везде выглядит а по тону по разному маленькие кусочки когда штриху и можно конечно немного замедлиться для замедлиться чтобы штриховать так вот здесь какое то тоже более темное сейчас я посмотрю где она у нас более темное пятнышко здесь сильно совсем мелкие детали конечно не уходите да немножко там порисовали здесь можно вот в этом большом здании да там вот здесь где-то просвечивается такая темненькая полосочка потом потом вот здесь все смотри прям с референса конечно же с референса что темнее что светлее вот эту полосочку сюда добавить нужно смотреть именно по пятну да что именно там стоит нам данном случае неважно так более темных здесь просто немножко хочется присмотреться да вот там есть маленькие кусочки светленькие мы их не затемняем на которые более темные вот с ними работаем вот здесь вот есть у нас такие тоже более темные тона не уходим слишком в детали да слегка наметили какое-то схожее пятно которое мы видим тоже стараемся слишком не детализировать не детализировать особенно на дальнем плане про это не забывайте так там немного света нарисую одно сравниваю всегда и с другими там какими-то моментами которые близко расположена да к тому пятну с которым я работаю травинки так сейчас посмотрю чтобы вот это то было тоже у нас покрасивее но так вот слегка слегка темные такие вот да какие-то моменты забор тоже можно наметить он кстати тоже да более темные поэтому здесь вот сейчас тоже его чуть-чуть наметить сухие вот эти вот части да ну там трава кусты тоже неважно да вот эти вот сухие тоже я смотрю по тону да что они такие тоже не самые светлые и их просто тоже проштриховываем то есть где мы видим темнее да соответственно с помощью штриха делаем темнее так вот здесь вот тоже домик да у нас виднеется это же сверху вниз до чтобы здесь рукой не растереть что у нас получается главное чтобы была разница да вот светлее темнее чтобы была разница по тональному пятну такое немножко чтобы у нас было зимние настроение хотя может быть оно сейчас у кого-то уже есть так такие более маленькие уже да главное здесь тоже с вот этими детальками да тоже смотреть какие они по форме да например вот какое-то темное пятно тоже чтобы они не были просто там каким-то здесь темнее здесь темнее здесь темнее тоже вот эти маленькие пятнышки да смотреть по форме там например вот этот домик дальний то есть у него есть вот такая как бы треугольная часть да напоминающая конечно крышу и вот такой кусочек идущий вниз да и вот у нас будет вот это пятно по форме то есть все эти маленькие пятнышки да они такие вот крохотные но они все равно какой-то меньше какой-то больше и форму этого пятна да нужно схватить то есть вот тут какое-то более треугольное под ним там такой вот более прямая да вот эта часть и тоже пойдет в тень на какой-то там кусочек который закрыт потом вот кустиком на закрыт перекрыт кустиком то есть таким образом да рисуя именно темные пятна оставляя белые мы создадим эффект этого снега так давайте вот здесь тоже добавим сейчас я посмотрю сколько там по времени что у нас происходит так здесь еще вот деревья но вот здесь вот видны ну раз они там есть да ну тоже нарисуем тоже таким цельным пятном да не вырисовываю там веточки но кое-где их наметить конечно же можно будет кое-где веточки конечно можно будет наметить так и вот тут красивое такое положение так сюда потом туда то что тут дерево кстати да тоже заслоняет этот домик так можно менять направление не забывайте про это так вот здесь такая да тоже более более темная часть немножко можно да подчеркнуть тут вот тоже есть светлая полосочка на вот этом домике конечно ее можно потом будет тоже ластиком подвыбрать да потому что такие вот маленькие кусочки их можно потом добавлять здесь у нас забор забор тоже под снегом но снег отвернут от источника света да то есть там будет темные моменты точнее среднего тона да а забор будет более темным добавить сюда тоже пару пятен да все что мы видим это пятна светлее темнее разные по форме чуть-чуть много здесь залезло забор да просто намек на тоже на забор там даже есть вот в этой части да на забор снег упал как бы вот такие на движения то есть можно их прям и так и наметить немножко даже крупные у меня иногда получились так ну давайте с дальним планом то чтобы нам разобраться здесь у нас здесь у нас деревце деревце не обязательно двигаться именно в том же направлении да как вот я ну какие там последовательность да не обязательно точно такая же так просматриваю опять же вот этот дальний план еще чтобы не перетемнить так и какая-то здесь тоже там засыпано снегом там какой-то навес что-нибудь еще так не переборщить с деталями но вот мне кажется его можно было бы уже оставить дальний план чтобы нам его не слишком детализировать так можно было даже потемнее да какие-то моменты сделать но это лучше сделать потом когда вся работа по тону будет собрана чтобы опять же увидеть да насколько темнее мне нужны какие-то элементы дальний план на тоже цельно цельно смотрится опять же смотри просто по пятну да где больше где меньше где потемнее где посветлее домики тоже у нас конечно не должны пропасть на фоне деревьев но самое темное у нас именно должны быть вот эти на домах да очень темные пятнышки но не перетемняйте добавим еще снег и посмотрим насколько там еще можно какие-то детали добавить сейчас я вот здесь только посмотрю такое да потемнее тоже здесь пятнышко такой кустик засохший да вот эта трава слишком такая светлая так ее сделать потемнее так деревья есть но тут вот если плохо видно да так их можно конечно сделать потемнее так но хочется перемещаться дальше да к снегу еще чтобы мы успели посмотреть наши рисунки здесь вот тоже посмотрю сейчас по тону тоже каждый свой рисунок просматривать именно свои рисунки смотрите что там светлее что темнее сравниваете по тону в детали не вдавайтесь слишком сильно здесь вот хочется тоже деревья чуть-чуть вот сюда к низу сделать потемнее вот тут елочки кстати я не вырисовывала если хотите вот можем их добавить да вот здесь вот тоже таким обобщенным пятном заодно здесь вот домик тоже немножечко появится но не обводите да не обводите темными линиями какие-то участки вот этих домиков зданий и так далее так ну я думаю пока тоже я там да какие-то моменты объясняла я думаю тоже вы уже там что-то штриховали рисовали так что то я хотел еще напомнить напомнить чтобы вы и не спешили когда рисуете но и не рисовали слишком медленно то есть старайтесь как бы рисовать конечно в меру возможности но не медлите да не нужно там как-то очень долго все вырисовывать все детальки для насыщенности я бы конечно взяла бы потом мягкий карандаш взяла бы мягкий карандаш и прошлась бы еще по вот каким-то темным вот этим местам да еще их бы доработала еще их бы доработала рисунок я конечно потом скинул можно посмотреть будет там например я решила да какой-либо элемент но напомню не нужно срисовывать с моего рисунка да прям в точности это запоминайте какие-то вот основные моменты да как мы работаем так еще главное не перечернить ну карандашом hb да сложно перечернить он не самый темный по тону так давайте наверное на этом этапе пока остановимся стволы деревьев да я там не намечала исходить вы можете да там какой-то намек намек на стволы деревьев сделать но лучше не вырисовывать давайте пойдем с вами дальше дальше чтобы все успеть да поработаем над снегом смотрите мы здесь будем прям выбирать направление вот здесь уже будет разнообразнее чем дальний план дальний план обобщенный поэтому я там практически все одной штриховкой прорисовала то есть такой эффект художники иногда используют опять же для того чтобы добиться вот этой обобщенности и иллюзии пространства что здесь мы например можем выбрать одно направление да дальний план а на переднем плане использовать уже там штриховки под разным наклоном комбинированную штриховку и так далее так ну что что касается снега да там тоже есть вот эти вот моменты как с какой стороны с вот этой посмотрим пока тоже можно одним глазом смотреть другим глазом рисовать более контрастно вот здесь на видео смотрится вот эта картинка я надеюсь вы открываете на своих устройствах референс но потому что вот это она конечно же темнее выглядит то есть это неизбежно так подсотрем вот эти закорючки так снег у него есть как бы несколько плоскостей да мы не будем его однообразно штриховать извиняюсь у него есть плоскости да то есть например вот какая вот эта центральная часть да то есть вот так она идет так и потом у него есть вот так вот внизу так видны линии давайте немножко поярче вот так нарисую специально поярче то есть вот допустим вот эта часть вот эта часть да вот тут вот эта серединка там мы будем штриховать по направлению этого снега подчеркивая тоже положение там плоскости грубо говоря то есть вот эту верхнюю часть мы бы штриховали вот такими линиями потом чтобы показать объем да мы повторяем вот этот наклон вот здесь снега да то есть поменял свое направление а дальше снег опять поменял да то есть вот здесь вот внизу да уже опять же более ровная плоскость потом он может опять пойти вверх да то есть таким образом мы можем создать вот эту опять же иллюзию объема то есть допустим допустим да вот наш снег самое светлое я трогать не буду опять же чтобы появилась вот эта контрастность но кое-где мы конечно же в него залезем да он не везде на свету одинаково светлый так тоже можно например слева направо чтобы рукой ничего не растереть здесь у нас есть некоторые моменты да более темные то есть вот я тоже опять же выберу вот это направление да как мы сейчас изучили более горизонтальное то есть какие-то моменты здесь добавить но не перетемнить так здесь можно таким направлением сделать на вот эту темную часть работаем со снегом главное не перетемнять опять же все здесь достаточно вот здесь например снег в тени даже темнее чем вот здесь на крыше дома но я не буду стараться сразу прямо затемнять так штриховка да значит здесь мы кое-где можем так добавить штрих да по форме потом штрих меняет свое направление видно вот поменял свое направление и здесь темнее конечно же делаем делаем темнее не обязательно только это всегда такие вот ровные линии да они могут быть немножко дугообразными могут быть кривоватыми так как снег да он конечно же не прям чтобы совсем ровный но все равно цельно пока что проштриховываем чтобы я чтобы мы точно да например потом все разложили все разложили и создали вот этот вот эффект да пространство сейчас вот здесь здесь внизу хочется немножко там он уже да вот меняет свое направление он уже вот в таком положении здесь внизу то есть как вот мы идем по снегу да вот эта плоскость проштриховываем проштриховываем да то есть вот эти части немножко вот так да под наклоном под наклоном так все вот эти элементы но опять же смотрите да что-то немножко темнее что-то немножко светлее так вот эти части там еще тень падает да вот этого сугробика в пятно да мы его не просто проштриховываем стараемся в это пятно попасть в по форме да вот то есть красивое чтобы был силуэт сейчас вот здесь можно будет сделать потемнее да и тоже его будет виднее мы должны попасть вот в эти немного контрастные отношения да потому что вот это пятно все-таки темнее да чем вот здесь так не перетемнею давайте пока мы дальше да пойдем дальше пойдем тоже под определенным направлением можно конечно сразу какие-то моменты делать потемнее да какие-то посветлее так проштриховываем за края если я где-то залезу я подсотру подсотру ластиком сейчас руку протру боковая сторона руки если вот здесь в карандаше можно немножко протереть чтобы не пачкать лист бумаги так идем дальше да дальше проштриховываем не сидим без дела так где у меня еще здесь эластики более которые с четким вот с более четким краем да и если я где-то вот вылезла там за краях где мне это не нужно таким эластиком стирать удобно да то есть им конечно же более помним четкую линию да создаем клячка убирает по пятну убирает по пятну так главное не перетемнить да потому что все равно здесь в тени снег будет светлее чем вот тут домик да вот этот вот очень темный так прорабатываем тоже не стараюсь сразу все затемнить так где там пониже да вот здесь вот какая-то часть сугроба пониже так вот здесь и внутренность так можно было бы ее даже покрупнее да сделать сейчас я посмотрю то есть вот тут можно тут тоненькая полосочка света то есть вот эту вот эту часть так можно сделать самом деле покрупнее стараемся работать быстро но при этом не терять аккуратность чтобы это не превратилось в непонятную какую-то консистенцию мы пока ничего не сглаживаем да переходы пока не делаем но единственное когда мы штрихуем да оно сразу где-то видно там что-то светлее что-то тенее да из-за нажима карандаша так пока что идем дальше пока что идем дальше так теперь вот эта часть там видны рефлексы то есть смотрите по закону да света тени то есть у нас вот эта линия да есть еще пограничные называют то есть тут вот свет да вот здесь вот тень в тенях конечно же есть рефлекс да вот в тени собственной всегда есть рефлекс то есть вот здесь его хорошо видно ближе к вот этой линии тон темнее да то есть мы конечно можем например какие-то моменты да там сразу чуть-чуть темнее чуть-чуть светлее сделать тоже выбирайте как вам удобнее вот я пока не хочу перетемнить но вот эту часть можно еще потом будет мне кажется сделать потемнее нужно попасть в вот контраст да здесь контрастное состояние такой солнечный день так давайте идем дальше идем дальше время идет и нам нужно тоже двигаться так здесь тоже вот вот таким направлением да то есть вот здесь снег будет опять же под вот таким направлением да то есть линии будут горизонтальные да линии будут горизонтальные но так как это светлая часть да я еле-еле нажимаю на карандаш да еле-еле нажимаю на карандаш А потом эти линии пойдут уже вниз. Потом поменяют свое направление. Здесь будет вот такой штрих. Я просто хочу немножко проштриховать и вам показать. Сейчас вот эту всю нижнюю часть, например, проштрихую. Здесь под таким наклоном. Специально просто вот этот кусочек, чтобы показать, чтобы его просмотреть. А здесь под вот таким наклоном. То есть направление штриха будет создавать объем. Я думаю, видно, вот здесь просто будет еще по тону. Буду дальше добирать. Выбирать. Главное, не делайте прям какую-то очень отрезанную линию. То есть, опять же, где-то светлее, где-то темнее. Просматривайте по тону. Давайте пока дальше. Все теневые моменты на снегу проштрихуем. Потом будем сравнивать между собой. Я тут рукой иногда уже что-то подсмазываю. Ничего страшного. Так, идем дальше. Идем дальше. Еще нужно будет вот этот снежок. Проштриховать. А он уже более кругленький. Ну, то есть, тоже будем его по форме. По форме его тоже проштриховать, создавать объем. Так, двигаемся дальше. Здесь пока нам что нужно? Нам нужно все вот эти вот пятна по тону. Так, насколько здесь у нас темнее. Так, если где-то лишнее что-то, да, залезли ластиком, всегда можно чуть-чуть подстереть. Так, двигаемся дальше. Тоже, чтобы это не было, да, слишком медленно, тоже не забывайте об этом. То есть, ставьте себе прям конкретные, конечно же, как бы моменты, да, вот за какое время вам нужно закончить рисунок. Так, здесь у нас немножко посветлее. Здесь туда пойдет линия. То есть, не все, да, одним тоном. Тут вот есть кусочек, на который свет попадает, да, вот здесь. То есть, мы его оставляем более светом. Сейчас это только будет заметно, когда мы добавим эту разницу. Так, здесь можно чуть-чуть, да, контрастнее. Каких-то моментов, да, переходов потом можно добавить. Главное, чтобы еще наши линии, да, если вот мы наметили вот эти линии, не потеряли себя. Чтобы они не исчезли тоже с рисунка. Так, двигаемся, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Здесь тоже более контрастные, да, переходы. Эта линия у нас видна чуть более, чуть более четко. Так, двигаемся дальше. Так, здесь тоже можно, сейчас я посмотрю направление. Ну, то есть, там есть вот более темные участки. Так, обобщенно, да, тоже проштриховать. Крупное пятно, да, найти. Потом в нем, можно, кстати, более темных, да, вот здесь добавить, чтобы тот свет на снегу появился. Так, тени, там еще есть тень падающая, да, от этого сугроба, она темнее. Так, вот здесь, да, вот эти части. Так, аккуратненько, да, тут уже более мелкое пятно, более мелкое. Задела телефон. Так, прохожу, например, всю вот эту часть, да, вот здесь у меня где не доштрихован. И потом нужно будет добавить вот эту вот падающую тень, да, от сугроба. Так, сначала вот здесь просмотрю вот эти вот моменты. Ну, вот это все внизу в тени, поэтому я сразу уважаю. Ну, там кусочек света, да, куда-то там попадает. Поэтому, конечно, мы уводим, да, весь вот этот кусок в тень. Работаем от большого пятна. Да, чуть-чуть, так, пошустрее. Лишнее можно стереть. Так, тень, да, тень, падающая. Здесь тоже у нас есть такие здесь много неровностей. Ну, то есть можно, конечно, это тоже все наметить. Так, где мне тут, да, будет вот падающая тень? Ну, немножко подальше, да, она может вот здесь и начинаться. Такое затемнение вот в этой части. По тону тоже смотрим. Не перетемните. Самые темные будут домики. Те, которые не в снегу. Те части, которые не в снегу. Работаем, опять же, быстро, да, быстрым пятном, быстрыми движениями. Не вырисовывайте слишком детально какие-то элементы. Тут можно добавить, да, там тоже есть такое вот чуть более темное пятнышко. Я не перечерняю, да, это все равно светлее, чем вот этот тон, да, вот здесь на домиках. Так, вот это немножко у меня, да, как змея получилось. Можно немножко разнообразить, чуть-чуть вот так вот убрать. Вот здесь есть тоже более темное, да, цветно. Можно другое направление взять, да, можно использовать разные штриха, разное направление штриха. Потом, ну, это все нужно, конечно, потом еще просмотреть, да, пока мы хотим добиться цельности, да, посмотреть в целом, что у нас происходит, чтобы, может быть, что-то где-то подправлять. Здесь вот, конечно, тоже есть, да, там кое-где более темные пятнышки. Это можно потом уже добавить, да, какие-то чуть-чуть где-то детальки. Вот здесь вот в снегу тоже там такая тень, да, идет сюда. То есть можно ее тоже добавить. Ну, где-то в сугробике. Так, вот это, вот эта часть. Его тоже можно под одним направлением проштриховать либо ровным, а потом добавить штрих по форме, либо сразу штриховать по форме. Да, вот этот сугробик. То есть он тут уже такой вот более закругленный. Так, есть ли у меня листочек какой-нибудь, да, на всякий случай. Вот сюда положить, положить, чтобы вот этот, да, сугробик проштриховывать. Здесь я уже штрихую дугообразными линиями, чтобы показать его объем. Да, он там такой вот кругленький. Ну, не шарообразный, конечно, да, но в целом такой тоже закругленный. То есть какие-то края сугроба имеют более резкий переход, да, а где-то вот такой вот будет сугробик, который имеет плавный переход, да, от света к тени, чуть более плавный переход. Когда мы делаем плавный переход, мы создаем более округлый предмет. Так, вот этот сугробик, да, по форме. Сюда ближе, опять же, будет видно, да, ближе к свету, потемнее чуть-чуть. Там моменты, там есть рефлекс. Чуть-чуть, да, чтобы почаще был штрих. Можно там добавить, да, что вот здесь немножко потемнее. Вот эту часть, его носик такой. Где-то добавить можно немножко линий, чтобы, например, сугробик был такой у нас выразительный. Чтобы сугробик был выразительный. Все детальки, опять же, не перечисляем, да, не перечисляем. Раскладываем в целом по тону, да, и таким образом стараемся создать вот этот эффект именно снега. Эффект снега. Где-то посветлее, где-то потемнее. На переднем плане вот этот сугробик, конечно, можно сделать чуть-чуть темнее. Сейчас я посмотрю только на сколько. Ну, потому что иногда лучше вовремя, опять же, остановиться. Просматриваю, да, что у меня здесь в рисунке. Здесь я рукой немножко испачкала. Так, уберем. Там есть, кстати, еще... Здесь упадут тени, да, их можно там чуть-чуть поконтрастнее, да, вот здесь добавить. Так, ну, здесь у нас особо ничего нету, да, на дальнем плане. Есть вот здесь, например, сугробы, которые вот против света, да, у нас располагаются. То есть можно тоже вот это вот тоновое пятно сюда добавить, да, как бы сугробик. И на сугробике тоже есть свет и тень, да. И вот здесь есть маленький сугробик, который тоже у нас в тени. Опять же напомню, не перетемняйте, не старайтесь нарисовать точно, как на фотографии. Ну, и опять же выражаем свои ощущения, свои эмоции от увиденного. Потому что такой пушистый воздушный снег, какая-то совокупность вот этих домиков, да, на дальнем плане. И постарайтесь, конечно же, рисовать с натуры, да, не забывайте про это тоже. Так, теперь можно вот сравнивать, да, когда у нас есть большое пятно. Так, сейчас я посмотрю, что у меня вот здесь, да, не теряется ли немножечко линия. Чуть-чуть вот сюда тоже добавлю каких-то элементов, чтобы вот эта часть тоже там не потерялась. Ну, то есть слишком вот тут вот светлое, вот здесь вот тоже добавлю немножечко, да, каких-то моментов тоже, переходов. Когда мы добавляем какие-то, если элементы более маленькие, там детали, допустим, да, мы уже там можем добавлять, потому что в целом у нас рисунок есть, мы единственное по тону будем сравнивать, да, что светлее, что темнее. Вот, а если вы добавляете детали, вы уже можете тоже менять направление, да, как вам удобно. Сейчас я вот здесь посмотрю тоже вот эту часть. Ну, как-то чуть-чуть разнообразить. Так, вот здесь, кстати, тоже есть, да, у нас по тону такие более темные пятна. Так, с левой стороны тоже. Как, может быть, кто-то прошелся, да, по снегу, возможно, в каких-нибудь валенках, да, или животное пробежало. То есть там появляются у нас тоже теневые вот эти вот моменты. Здесь можно теперь по тону, да, теперь можно сравнивать по тону, когда у нас все элементы пройдены тонально. Теперь мы можем сравнивать по тону и смотреть там, что нам нужно сделать темнее, что нам нужно сделать светлее. Так, например, например, вот здесь мне хочется сделать тоже потемнее. Так, сколько у нас там времени? Без десяти, примерно будем смотреть, что у вас там получается. Теперь можно не бояться, если не хватает тона, да, чуть-чуть сделать потемнее. Например, вот эту часть снега. Теперь можно вводить, да, что-то светлее, что-то темнее. То есть не обязательно на данной стадии, да, как-то слишком однородно, да, там что-то либо намечать. Здесь вот кусочек вот этот появится, если мы еще вот здесь внизу сделаем темнее, тогда появится разница. Ну, вот здесь вот, например, да, вот тут вот этот кусочек, он чуть-чуть более светлый, но совсем слегка. Так, вот эту линию чуть-чуть тоже можно где-то что-то подчеркнуть. Так, я с листочком бумаги своим, чтобы не затирать то, что у меня уже есть. Напомню, здесь уже можно, да, что-то светлее, что-то темнее вводить на разницу. Главное, силуэт пятна не потерять, да, чтобы он продолжал существовать таким интересным и красивым пятном. Вот здесь, да, тоже тень падающая. Вот сугроба тоже достаточно темная. Я ее сюда тоже добавлю, потому что у меня немножечко она более светлая, да, выглядит. Вот здесь на сугробике, там есть тоже, да, вот как будто кто-то прошелся, да, кто-то прошелся поперек этой дороги. То есть вот здесь тоже можно добавить вот это чуть-чуть, такая вот темненькая пятнышко. Так, не выключаемся. То есть я уже просматриваю чуть-чуть детальки, да, вот где добавить, чтобы сделать рисунок более динамичным, да, более динамичным. Также все остальные моменты можно, да, просмотреть. Вот этот сугробик, он, например, более темный. Быстрым движением, да, не нужно там сильно что-то вырисовывать. Нам нужно создать именно по пятну, да, достоверный рисунок. Так, сейчас посмотрим. Здесь вот он более темный, чтобы появился рефлекс. Да, здесь вот он потемнее. Потом рефлексик, да, и вот здесь вот дорога еще темнеет, да, тень падающая. Так, вот здесь, мне кажется, у меня достаточно много света. Да, вот тут вот чуть-чуть тоже проштрихую. Не добавляла, да, пока что вот эти вот какие-то мелкие элементы. Чуть-чуть цельнее решить вот этот нижний план. Так, добавить вот здесь вот можно, да, какие-то тоже моменты теневые, да, вот в этот сугробик. Что там где-то, что-то тоже есть такие вот тоновые, да, пятна. Что-то светлее, что-то темнее. Чуть-чуть, чуть-чуть какие-то элементики, да, на свету, неровность этих сугробиков. Оно вот здесь вот можно было бы, да, потемнее сделать, вот эту часть. Так, неровности, шероховатости. То есть просматриваем, просматриваем, где нам что нужно. Посмотрите на свои работы, может быть, вам хочется там теперь домики, да, на дальнем плане сделать чуть-чуть темнее. Снег, например, можно тот, который вот на дальнем плане, вот здесь ближе к домам, сделать его чуть-чуть темнее, да, потому что на переднем плане, да, вот здесь он, конечно же, светлее. То есть вот у нас дальний план, то есть можно взять чуть-чуть горизонтальными линиями, да, как бы подчеркивая поверхность, чуть-чуть затемнить. Совсем слегка, да, потому что снег должен оставаться снегом. Так, вот здесь есть, да, еще немножко такой вот переход. Не перечисляйте, опять же, все, да, все какие-то мелкие детальки, только то, что нам нужно. Только то, что нам нужно. Какие-то вот здесь вот элементы, да, можно тоже, опять же, подчеркнуть. Ну, здесь мне хотелось бы сделать потемнее. Сильно в детали не вдавайтесь, да, когда вы стоите, например, зимой на морозе, на улице, да, делаете зарисовку, вам будет не до деталей. Вы помните, что все, что, например, узнаете на занятиях, вы в первую очередь можете использовать на работе с натурой, да, потому что каждый художник должен работать обязательно с натурой. Так, вот эти части, да, тоже можно было бы чуть-чуть потемнее, но главное не перетемнять. Чтобы на переднем плане у нас были отношения чуть более контрастными. Не забывайте, опять же, главное, чтобы смотрелось цельно, а детали уже потом можно добавить. Так, чуть-чуть, да, с вот этой стороны. Чуть-чуть потемнее. Вот эту линию можно, конечно, подредактировать. Она мне сейчас стала такой немножечко более заостренной, да, в каких-то моментах. Возьму ластиком немножечко то, что я лишним залезла на сугроб, возьму и подсотру. Ну, то есть это совершенно нормально. Верну форму этому сугробу. Так, сейчас посмотрю. Ну, это там в кадре немножко более контрастно смотрится. Вот, поэтому я не буду здесь сильно убирать. Телефон может делать контрастнее. Здесь вот можно чуть-чуть более, да, там какой-то плавный переход еще добавить. За счет того, что я чуть-чуть залезу вот сюда еще на свет. Так, 49 минут скоро будем с вами просматривать. Опять же, главное не переборщить. Это я больше к тем, кто очень-очень любит именно детальки подчеркнуть. Но при этом нет обычно цельности рисунка. Вот здесь просто хочу поменьше вот эти пятночки сделать. Рамочку вернуть обратно. У любой картины есть, да, края и завершение. Так, маленькую зарисовочку тоже не затереть. Вернуть, да, потому что так рисунок, конечно, будет смотреться более завершенным, да. То есть вот эти края там не теряйте, не теряйте. Так, то, что касается самых темных. Если вам хочется сделать что-то более темным, вы можете взять более мягкий карандаш, да, и добавить каких-либо элементов. Так, сейчас с верхней стороны тоже вот здесь немножко, да, вот эту рамочку подчеркнуть, да, и вот здесь. То есть должно смотреться как на референсе, такие мы видим контрасты. Да, вот этот снежок, сугробик немножко закругленный, поэтому мы не обводим, например, вот здесь линию по краю, да. Вот здесь у нас есть у сугробов более темная линия, потому что там более четкий переход. Направление штриха тоже создает, да, дополнительный объем, да, разницу плоскостей. Тени падающие, да, тоже есть у нас от сугробиков. Вот здесь мы тоже там не прорисовывали все мелкие детали. Да, там, конечно, можно какие-то моменты чуть-чуть добавить. Так, что там у нас? Вот здесь, да, какая-то вот тоже шероховатость, то есть тоже по тону, просто где-то посветлее, где-то потемнее. Да, с помощью чего мы там добавим, да, какие-то элементы, что там есть там углубления, неровности, какие-то там переходы, да, где-то с помощью линии чуть-чуть можно там что-то добавить. Да, там вот эти вот как бы вот эту разницу, да, там что-то повыше снежок, что-то пониже, что-то потемнее, что-то посветлее. То есть вот здесь вот эту вот какую-то вот шероховатость, да, добавить. То есть это мы можем вот так, с помощью линий и с помощью тона, с помощью линий, с помощью тона, да, это вот здесь вот внизу, там какие-то элементы. Да, главное, опять же, избегать одинаковости, избегайте всегда одинаковости. Здесь вот еще есть, да, тенюшка, тоже вот это вот все, да, в тень уходит от того сугробика. Здесь есть тоже такой вот более темный вот этот элемент. Это если уже чуть-чуть вот больше к таким вот деталькам, да, чуть больше какой-то проработанности. Опять же, больше работаю над передним планом, нежели над дальним. Ну, то есть какую-то вот такую шероховатость создали. Там тоже можно, если, например, перетемнели, использовать клячку, да, и какие-то вот пятна там, например, что-то где-то сделать посветлее, если вам это нужно. Напомню, мне, может быть, чуть-чуть темнее показывает, да, мой рисунок. Камера телефона. Так, где-то можно, да, вот чуть-чуть добавить вот этой вот разницы тональной. Главное, чтобы у вас не было такого, что вот у нас там какое-то пятно, да, которое мы, допустим, проштриховали, да, вот мы сделали сначала цель, да, его проработали. И не нужно, а главное, какие-то вот прям обводить вот такие кусочки, да, и делать их вот такими темными. То есть раз пятнышко там темное, два пятнышка темное, там три пятнышка темное, да, и не обводить иглами. То есть вот каких-то таких моментов, да, это, кстати, были бы, если бы прям такие четкие следы от человека, да, могли бы быть видны. Вот, ну, главное, чтобы у нас тоже была какая-то вот разница, да, больше-меньше, темнее, светлее, и не обводите вот там все какие-то детальки шероховатости. Я тут подстерла клячкой, да, но я хочу, наоборот, обобщить, обобщить. Кусочек света сюда падает, да, вот здесь вот он тоже продолжается. Можно, конечно, поковыряться, да, еще подольше там в каких-то моментах, деталях, да, если вам захочется. Но помните, что нужно вовремя остановиться, вовремя остановиться, чтобы рисунок тоже смотрелся более легким и воздушным. В рисунке такое тоже есть. Так, ну что, может быть, кто-то хочет показать, что у него получается. Вот здесь у меня такая вот тоже, да, нужно будет подстереть, такой немножко, вот этот кусочек более такой, да, обведенный получился. Нужно будет его тоже чуть-чуть подсгладить. Так, рефлекс вроде бы там заметен, можно клячкой тоже туда влезть. Собирайте, главное, по тону, да, свою работу, по тону, все эти пятна по силуэту. Если, например, работа не цельная, то детали не спасут. О, да, сейчас я нажму вот так. Так, вижу, Наталья Владимировна показывает. Очень хорошо. Ну, вот тут деревья, конечно, немножко они, как бы там нету вот эти ветки, не бывают на деревьях. Они просто вот такие горизонтальные, то есть можно их тоже, наоборот, обобщить. То есть вы, конечно, немножко там деталей добавили. Так, так в целом чувствуется зимнее настроение, это у нас была главная задача. Снег на переднем плане очень приятно решен. Можно будет еще добавить вот здесь вот, да, вот в этом переходе вот потемнее. И вот этому сугробику можно будет сделать потемнее, ну, чтобы прям вот этот светлый снег, да, 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 чтобы прям светлый снег появился. Да, вот это вот, где у нас вниз пошла плоскость и на, ага, и в большом сугробике, да. А так прямо очень хороший рисунок, зима прямо чувствуется. И потом рамочку, да, вот так поярче, и сразу работа тоже будет смотреться так более цельно, более законченной. Спасибо. Отлично, как раз на секунду, мне кажется, тоже все увидели рисунок. Так, может быть, еще кто-то хочет поделиться, показывайте, тоже включайте микрофоны, включайте видео. Потом после занятия, как я говорю, тоже всегда от рисунка отойдем, посмотрим, что у нас получается. Могу пока вот так, да, подержать рисунок. Я потом тоже издалека подойду, точнее, подойду, отойду, посмотрю. Да, в целом тоже деревья я потом еще посмотрю, может быть, чуть-чуть потемнее. И вот здесь вот домики. Да, главное не перетемнить, чтобы снег остался таким более воздушным. Так, может быть, еще кто-то хочет пока показать, да, рисунки. Да, деревья можно, да, чуть-чуть потемнее. То есть не должно быть все какое-то слишком светлое, да, или все одинаково темное. То есть ищем вот эту тональную разницу. Деревья можно было бы чуть-чуть, да, потому что они у нас темнее, чем, например, тени в снегу, да, некоторые в цельном-цельном пятне. Чуть-чуть. Так, на дальнем плане обобщайте деревья, обобщайте, не прорисовывайте их детально. Мы их детально там не видим, они вдалеке. Мы видим силуэт и дерево крупным пятном. Да, вот здесь вот прям такая вот более темная вот эта часть. Чтобы у меня деревья не сливались по тону, не сливались по тону там с снегом. Можно мягкий карандаш взять, мягким карандашом еще пройтись по домикам и создать немножко вот этой насыщенности. Если кто-то хочет показать, показывайте, не стесняйтесь. Так, сюда немножко добавить, вот сюда чуть-чуть тоже. Как бы мягким карандашом расставить акценты, да, как говорят, сделать рисунок таким более вкусненьким. Очень часто художники такое выражение, да, можно от них услышать. Здесь забор. Можно теперь чуть-чуть потемнее сделать. Он тоже темнее, хоть и на дальнем плане, да, но он темнее, чем, например, снег в тенях. Создать немножко вот этих вот больше такой разницы тональной. Там есть, что там, как я забыла, трубы под печей, может быть. Вот здесь вот этот красивый кусочек, чуть-чуть потемнее. То есть такое немножечко тоже. Чуть-чуть контрастов, но не перетемнять там на дальнем плане, на переднем плане. Главное, все сравниваем. Так, тут вот тень не пропадет у меня, вот сугроба. Чуть-чуть вот так потемнее можно сделать. Главное, чтобы это не смотрелось, как много маленьких темных кусочков, да. То есть смотрите, что они там объединены, вот там где-то вот сухими кустиками. Тут вот заборчик можно подчеркнуть. Вот здесь вот такое темное пятнышко. То есть добавить немножко вот этой вот динамики с помощью вот этой вот разницы, да, тональной. Ближе к краям особо не прорабатываем, да, в центре самый проработанный должен быть рисунок. Так, добавить вот это вот как бы, ну, тоже разница. Чуть-чуть вот мягким, мягким карандашом, вот, чтобы чуть-чуть вот эти домики чуть-чуть сильнее у нас появились. Но не перетемняйте. Так, вот этот домик подчеркнуть чуть-чуть, да, вот здесь крышу тоже дома. Так, заборчик тоже виден. Здесь заборчик виден. Здесь тоже какие-то вот темные пятнышки. Ну, чуть-чуть, чтобы какие-то акцентики, да, появились. У нас же есть и большие пятна, а есть акцентные, более маленькие пятнышки. Стволы я вот здесь вот даже не намечала. Ёлочки можно наметить, если нужно вот так чуть-чуть потемнее их там сделать. Здесь вот ёлки тоже мы особо не вырисовывали, да, не вырисовывали. Там тоже какую-то как бы разницу по пятну, да, не делали. Так, чуть-чуть вот здесь вот домик, чтобы не пропал. Но не обводите, да, не нужно сильно как-то что-то обводить. То есть по тону просмотрите, вот где вам чего хочется добавить. Да, может быть здесь вот чуть-чуть таких вот более каких-то где-то темных линий, тоже чуть-чуть контраста, да, в снег. Главное, чтобы была разница, да, светлее, темнее, цельно и четко, чтобы было видно по пятну вот эту вот разницу. Вот деревья стали чуть-чуть темнее. Это мне показалось, что у меня были, например, достаточно светлые. Мне захотелось их сделать чуть-чуть темнее, потому что все-таки вот эта полоска, да, она такая более темная за счет того, что там темные деревья и вот эти вот дома, которые, кусочки домов, которые не в снегу. Чуть-чуть, чуть-чуть каких-то там акцентиков. Этот сугробик может быть немножечко здесь, да, подчеркнуть, чтобы не пропадал. Так, и будем, и будем постепенно закругляться. Ну, просто в конце, да, я обычно еще отхожу, но я это делаю обычно там после занятия, да, когда мы уже все отключаемся, расходимся. Я прям отхожу и смотрю издалека тоже, что у меня получается, да, что там подработать, что не подработать и так далее. Поэтому тоже за этим моментом смотрите. Так, ну, у нас уже 13.03, мы с вами будем завершать наш рисунок по такому зимнему пейзажу. Советую также рисовать, конечно же, с натуры, просматривать, что там происходит, да, и снег тоже потом свежим взглядом. Отдохните и свежим взглядом посмотрите на свой рисунок. Что вам хочется добавить, что захочется убавить. Прищуривайте глаза, когда смотрите на рисунок. Когда мы прищуриваем глаза, мы видим его более цельно. А можно спросить, вот, смотрите, по правилу, по правилу деревья так пойдет? Вот, смотрите, там единственное, можно сделать меньше просветиков, прям еще чуть-чуть, да, проштриховать. И вот тут, если идти, идти, и по этим прям вот, да, то есть вот они прям у вас есть вот эти вот, да, вот силуэты. Да-да-да, то есть они, там много веток, они создают вот это тоновое пятно. И прям, да, прям вот так, прям активно его, да, да, вот так будет, да, более прям цельно обобщенно. Вот эти деревья справа тоже, да-да-да, и прям особенно, особенно к низу, там прям больше веток, и там прям потемнее. Темнее. Ага, спасибо, спасибо. Да, и вот эти прям деревья можно справа, вот это вот, да, прям по ним вот так тоже штриховкой пройдитесь, и все чуть-чуть делайте темнее, да-да-да-да-да, вот, отлично. Более цельно выглядит. Ага, 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 спасибо, спасибо. Да, особенно дальний план, чтобы он у нас прям был такой вдалеке. Так, ну что, если еще есть вопросы, задавайте. Хороший очень рисунок получился. А что у нас, кроме Натальи Владимировны, пока никто не хочет поделиться? Наталья Владимировна молодец, она прям шустро работала, тоже весь рисунок. А Наталья Владимировна все ваши подсказочки, референсы перерисовала, которые дали вы для вдохновения. А-а-а, ничего. Опыт сразу не появился. То есть вы, да, вы умно поступили, то есть вы самостоятельно тоже занимаетесь, да? Прокачиваетесь. Я посмотрела, да, мне стало интересно повторить все вот эти вот зарисовки, но... Замечательно. Получается уже... Замечательно. Вы делаете правильно, вы пример для остальных, я считаю. Так, дальше сейчас посмотрю. Вот у нас рисунок Натальи Геннадьевна, да, по-моему. А у вас снова размыто, да, у вас снова размыто. А можно чуть-чуть попробовать подальше? Чуть-чуть подальше, вдруг будет более видно. У вас, по-моему, снова в зуме включено размытие фона. Вам нужно кого-нибудь попросить отключить вот это размытие. Очень размыто. То есть если вы сейчас вот что-нибудь с помощью микрофона скажете, вы увидите, что немножко размыто смотрится рисунок. Давайте сейчас пока вот Вячеслав у нас держит. Вячеслав Михайлович, вы прям покрупнее листик выбрали. Так, ну что, хорошо. По тону смотрится цельно. Можно еще попробовать вот над снегом поработать, да, как бы вот эти вот тоже формы. Форма более светлого пятна, да, там форма более темного пятна. Вот тут вот прям сюда в край лист, да, уходят эти линии. То есть вот можно было бы еще поработать. А так вот по тону хорошо смотрится. Можно сделать потемнее. Вот здесь, которые отвернуты от света, да, чуть-чуть можно потемнее. У вас цельные деревья, кстати, очень хорошо выглядят. А вот. А так, да, вот этот сугробик, он прям такой толстенький, такой прям пышненький сугробик. То есть тоже можно его попробовать так вот покрупнее порисовать. А так хорошо. Хорошо, отлично получается. Он тоже такая прям зимушка, зима чувствуется. Отлично. Так, еще, может быть. Не расслышала. Так, может быть, еще кто-то хочет показать. Так, мы сейчас будем закругляться. А, отлично. Кто там плохо было слышно. А вот смотрите, да, пока у нас время заканчивается, что я еще советую сделать. Вот мы сделали такую небольшую зарисовку. Поделайте еще, например, вот такие вот маленькие подчеркушки. Я тут уже рукой немножко затерла. Да, вот этот средний план смотрится немножко светлее. Прям такие вот маленькие зарисовочки. Даже меньше листа А5, там какой А5, А6 прям можно взять. И прям в маленьком формате, да, тоже поискать. Вот это я как бы для всех, да. То есть вот тоже вот эти какие-то повороты, да, как и вот эти изгибы вот этой дороги, кругленькие сугробики, там заборчики где-то у нас там торчат на дальнем плане. То есть еще вот поискать, порисовать маленькие и пробовать по-разному. И пробовать, главное, вот легкой, быстрой линией намечать рисунок, искать вот эти вот какие-то силуэты красивые, да, вот этих вот пятен. Там вот эту вот широкую дорогу, вот этот кругленький сугробик. Или взять прям часть какой-то, да, вот этого референса его порисовать. То есть рисуйте, рисуйте и еще раз рисуйте. Так, ну что, у нас 13.08, мы будем с вами закругляться. Рисунки отправляйте, я там сегодня еще посмотрю наши портреты и по массу, по-моему, тоже не смотрела, проверю. И отправляйте тоже наши сегодня снежные, зимние этюдики, да, потому что в рисунке тоже бывает этюд, когда именно быстрый и легкий рисунок. То есть это этюд. Вот, отправляйте, присылайте, если будут вопросы, пишите. Ну что, мы тогда с вами закругляемся. Спасибо вам большое за внимание. Рисуйте больше, рисуйте чаще. Рисуйте с натуры тоже старайтесь. Тогда ваши навыки будут улучшаться и улучшаться. Вот, мы на этой ноте закругляемся. Спасибо вам большое за внимание. И до встречи на следующих занятиях. Всем до свидания и всем всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Как в зуме это исправить, вот, изображение? Вам нужно убрать, у вас, скорее всего, включен в настройках зума размытие фона, так, я сама вот не знаю, где оно находится, так бы вот подсказала бы быстрее. То есть у вас, скорее всего, вот этот вот, да, где-то там настройки, это надо вот посмотреть, может быть, вам, может быть, в группе у нас в WhatsApp напишите, может быть, там тоже кто-то знает, как это сделать, чтобы где-то в настройках зума, я вот сама точно не знаю, потому что я не включала эти штучки, где-то их можно найти. Да, я если увижу где-то, если нажму, увижу эти настройки, я вам сообщу, скажу. А, вот там прям кнопка настройки есть. Настройки, видео. В общем, в настройках нужно поискать. Ладно, я если найду, я тогда скажу. Так, ну что, я тогда тоже постепенно отключаюсь. Всем еще раз, до свидания и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok